I have ways of blowing things up. Спасибо, много чего интересного понял. Насчет Абеллы, насчет механика. Именно сейчас, когда вы об этом сказали, ну в смысле, когда я прочитал коммент и всякое такое, я нашел сходство между слоником и между ней. Даже не сколько по комбинезону, хотя комбинезон тоже, а именно по цветовой гамме. Она полностью сохраняется у монстра. И да, я понял, что это реально она. Ну то есть, получается несколько вещей. Во-первых, раз уж мы сохранились, сейчас получается день, так я понимаю, или не так? Сейчас, давайте я мышу беру. Не знаю, видите, вы не увидите, но там есть мышь. Пусто. Кто-то мне когда-то говорил, что, во-первых, можно рекрутировать козла. Я уж не знаю, насколько это правда и насколько это работает, во-первых. Во-вторых, насчет рекрутирования остальных, да, я понимаю. Скорее всего, мне нужно быть... Я бы на самом деле хотел, чтобы со мной доктор ходил, у него хорошие скиллы. Но, короче, смотри, что мы сейчас делаем. Раз у нас не будет слоника, поскольку слоник ходит с нами, предлагаю сейчас пойти в этот... в данжон. Ну, то есть, вниз. Пойти посмотреть. Также вы сказали, что пройдя там что-то, где-то, через что-то, где-то, как-то... Давайте посмотрим. Туннель номер 7. Ага. Насчет рейндж-тос. Да, я видел этот удар. О, привет. Да. Ага. Кожаная бронька. Суперски. Кто... Давайте, может, на... Может, на себя ее оденем, погодите. Сейчас, извиняюсь. Давайте, наверное, я... Хотя у меня... Робо-мага. Мага-робо. Армор плюс 7 даст мне. Но Magic Defense минус... Погодите, я, наверное, лучше ей дам вот эту штуку. У нее... У нее... Что у нее? Да, у нее... Просто она буст получит в защите. Мне так выгоднее будет. Хорошо. Причем внешний вид у них не меняется. Ну и, в принципе, ладно. Брумстик. Метла. А зачем она... Ладно. Мне, чтобы отрубить... Знаете, что я сейчас подумал? У меня же есть... У меня же есть топор. А что если мне для того, чтобы отрубить голову, нужен топор? Это же логично, да? Ну, то есть, держать его в руках. Давайте, когда будем отсюда выходить, протестим вот это. То я у вас... Pressure plate. Я у вас спрашивал, как отрубить голову дровосека. Она мне нужна. Два болта, неплохо. Возможно, именно таким образом оно работает. Я не уверен. К тому же, вы мне ничего именно по этому поводу не писали. Насчет персонажей, куда, что, как, я более-менее, наверное, сообразил. Давайте тогда исследовать по мере поступления. Сначала здесь, раз нас тут ничто пока что не пугает, не угрожает. Я не помню, чтобы я тут вообще что-то видел, кроме слоника, поэтому... Угу, меня страх поглощает. 50-50. Блин, мне бы на самом деле тогда... На и на. И синюю травку. Вот так. А, кстати, да, нам бы книжечки почитать. Карта Прехвеля. Четыре века истории. Давайте почитаем, что нас останавливает. Четыре века современной истории. Современные века, современная хронология начинается с рождения нашего Господа. С незашедшего Альмера. Много сфабрикованных религиозных текстов про Альмера, но... Ага, но есть достаточно свидетельств того, чтобы доказать, что Альмер в самом деле существовал как реальный человек. Его рождение отмечается как первый век. С второй века начинается... О, ребят, извиняюсь. Немножко подустал. Второй век начинается с так называемых новых богов. В 410 году. Есть тексты про разных новых богов, предшествующих этому событию. И такой концепт существовал в античные времена также. На этой группе людей включала прославленных воинов из восточных святилищ. Наш рах великий. Без понятия, кто это, что это. Одно это сделало группу более узнаваемой... Блин, это же все у меня голод сейчас идет, пока я читаю. Офигеть. Сделало более узнаваемой в сравнении с тем, как было раньше. Мировой порядок начал отклоняться последние несколько лет... А, несколько сотен лет после их смерти. И был закончен The Fellowship, Братство, в районе 800 года. Популярная книга Братства вдохновила людей того времени... Привознести четырех... То есть, Франциск, Чамбара, Нильван и Вальтиэль. Ну да, ну да, ну да. Вознести их к статусу схожему с богами. Их век длился до конца шестнадцатого столетия. Восточный мир был в темных веках. Ну, типа, это были темные века. И вдруг из ниоткуда появился новый идол, бог страха и голода. Люди забыли учения старых времен, когда были болезни и смерть. И прильнули к новому спасителю. Внешний вид бога Fear and Hunger... Началось с четвертого века нашей эры, когда человечество начало адаптироваться, эволюционировать. Как время продолжило идти, и мы до сих пор живем по этой идеологии. Надо бы что-то еще и похавать, наверное, да? Сорок пять. Что у нас про еди? Есть Мид Пай. Мне кажется, да, Мид Пай, он прям хорошо уходит в фуд. Можно сушеного мяса дать, вот, человеку поесть. Давайте еще немножко почитаем. Книги, книги. Алхимили мы читали, Махабра. Я не уверен, что хочу почитать пока что, потому что... А вдруг она меня телепортирует? Книга страхов и фобий. Нософобия, страх болезней. Так, фазмофобия. Привет, Пика. Боязнь призраков и призрочных фигур. Ротофобия. Боязнь магии и потусторонних активностей. Ротофобия понятна. Зоофобия понятна. Тиротофобия... Боязнь монстров и непонятных существ. Хорошо. Я понял. Букс. Окультные гримуары. Окультные гримуары. Магия в теории и практике. Написано Самири Зимри. Передена Оскаром Ренте. Тот, кто не потеряет свой разум вместе с душой, должен быть готов ко всем ситуациям. Базы любых знаний всегда самые важные. Тебе нужно солидное основание, чтобы построить башню к богам. Чтобы воспроизводить любые ритуалы в круге, сначала должен быть вырезан круг. Кстати, да, то, что вы мне рассказывали про то, какие круги их чем. Вот такой, как посередине мы уже видели, по-моему, такой, как внизу мы уже видели. Сверху вниз. Первый это асимметричный круг. Асимметричный круг представляет старых богов и их средоточие силы. Второй называется неидеальный круг. Неидеальный круг это представитель новых богов, которые стремили их к совершенству, никогда его так и не достигли. И последний так называемый круг совершенства, который представляет бесчисленные спиральные циклы кульминации восходящего, в рождении восходящего. Тот, кто смог пройти поверх человеческих лимитов. Тот, кто будет это делать, никогда не должен, извиняюсь, посвящать, ну, этому sigil, блин, я забыл, как переводится слово sigil, я знаю, что это я забыл. Короче, ладно, ребят, кто в курсе. Не имею в виду, то есть, если ты что-то делаешь, и твои намерения не чисты, то нельзя так делать. Пусть это будет вам уроком. И красота в том, что ты не можешь поменять правила, но они могут поменять тебя. Ну, не правила, а вся эта история. Так, хорошо. Немножко почитали, немножко. Ага, нет, электричество. Нам же нужно найти гейнер. Помните, там нужно было найти канистрочку, залить, заполнить. О, шляпа. А я не могу ее взять? Почему? Это же хорошая шляпа. Я был Бэррэнджером. Кстати, в этом говорили ревать атаки. Я не знаю, как... Ну, то есть, они... Да. Я, во-первых, забываю об этом. Во-вторых... Черт, а что ему бить? Ну, давай сначала вот эту руку. А потом вот эту руку. Рука не уходит с первого раза. Больно. У нее... Ой, блин. Так. Давайте второй ревап сделаем, наверное. Рука не уходит и со второго удара. Так, ревап. Что у тебя за руки такие бронированные? Это сколько урона по... Ай, блин, больно. Отравил. Ладно, черт с ним. Неужели? 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 У него и ноги бронированные. Отлично. Чем ты дерешься? Объясни мне, дружище. Как ты промазала? Есть. Отбили. Он мне сейчас убьет кого-то. Это вообще неинтересно. Ёки-палки. Вот это мне сейчас дорого стоило. Во-первых, зеленая травка на тебя. И белый вайл на тебя. Насчет хилок подождем пока что. Героин. О-о-о-о! Три спички, десять шиллингов. Смотрите, проверяю кое-что. Проверяю кое-что. Давайте сделаем вот... Да нет, ты. Нет, 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 нет. Берем в руки топор. Могу ли я теперь что-то ему отрубить? Нет, да, не могу. Его голова была счастлива. Монетка, отлично. Надо оружку переодеть. Блин, вот тут меня побили, конечно. Погоди, я еще не ходил. С копьем, шестьдесят два. Можно мясной молоточек, опять же. Вот столько же. Давайте копье. Просто мне кажется, копье, оно двуручное, или я ошибаюсь? Ладно. Три шиллинга. Я такой, тут нет опасности, тут можно ходить. Этого чувака тут в прошлый раз не было. Хотя, с другой стороны, возможно, что я отдохнул, и сейчас уже день, получается, а не утро. И это кто-то из нашей команды? О, это интересно. Это супер, это хорошо. Я это возьму. Квип. Аксессуар. Да, он как аксессуар считается. Это не на вторую руку одевается. Окей. Может, это на вторую, конечно. Попробуем сейчас открыть так. Если нет, попробуем бросить этот ключ гаечный. Так, хорошо. Эквип. Рейндж-пайп. Рейндж-пайп. Пробуем. Скилл. Скилл. Не поддается. Не поддается. Даже если метнуть ключ. И ключ она выбрасывает. Да, его теперь надо ставить. Ну, уже не ключ, а можно, например... Ой, я забыл, что у меня винтовка есть. Эй, ладно. Что у тебя там был? Мясной этот? Да. Мясной молоточек. А код? А, ну да, электрическая панель, которая не работает. Пойдемте поищем. Чем можно все это заправить, активировать, если получится это все. Вон генек. Точно. Блин, это получается, что в идеале не надо было мне тогда уходить отсюда. В первый день, когда я пришел сюда, мне тут ничего, по идее, не угрожало. Я мог спокойно ходить. Типа, да, я с ним подрался, но и нафиг оно мне надо было. Хило ко мне не осталось. Ну да, он мне дал какие-то вещи, но... Что-то я не думаю, что оно того стоило. Во-первых, короче, ребят, кто это? Напишите, пожалуйста. А это, в случае, не то, что мне надо? Да, канистра бензина. То, что мне надо. Давайте я тогда его запитаю. Я, по-моему, находил две канистры бензина, да? Или хватит даже одной? Поехали посмотрим. Короче, да, что это было за чувак? Это был кто-то из наших игроков? Или же это было что-то из местных чудовищ? Пожалуйста, напишите, мне просто интересно. Так, тут не будет канистра случайно. А, вон канистра, да, вторая. Я же говорю, что я вроде две находил, если не три. Да нет, вроде две. Но они тогда нашлись естественным образом, и мне не приходилось их лутать. И тогда, когда я тут ходил во времена слоников, то тут не было вот этой штуки. Что, в принципе, логично, верно. Так, давай запитываем. Да. Работает, супер. Значит, дверь должна открыться, скорее всего, электрическая. Или должен заработать. На лифте мы уже ездили с вами. Давайте еще раз поедем. Сейчас должно быть уже более безопасно. Ой, это мое время сиять. Та-да! Абэлла замкнула и открыла. Ой, а ты так умеешь. Прикольно. Туннель номер шесть. Знаете что? Нет, погоди. Погоди. Хилина. Что мне из Хилина осталось? Вообще ничего не осталось, да? Ладно, одну тебе, одну тебе. Пойдем пока в таком состоянии. Понюхать. Без понятия, какая жидкость могла там находиться. Что я вам скажу? Жутенько тут. Так, три болта нашли. Это, пилу нашли. Понюхать. То же самое. Поисследуем сейчас немножко. Эти двери просто так вроде не открываются. Сейчас посмотрим. Немножко походим, полазим тут. Мел. Отлично. Палка от веника. Это сюда спускаться, да, надо? Ага. Пойдем. Это канализация. А что такой звук был? Мне эта канализация напоминает канализацию язык за него почему-то. Он закрыт простым замком. Можно опять попробовать фишку с метанием к этой клюшке. Я не знаю. Я не буду, наверное, на каждую дверь так пробовать. Хотя логично было бы. Так, это просто атаковать. А у тебя скилл. Да, видите, она не помогает. А к тому же у нас опять майнду ходит. А почему мы так испугались этого? Типа, типа... Странно. Так, еда. Это не в е... А, это в хилин. Табак. Трубка... А, вот у меня героинь есть для этого, для солдатика трубка. Да. Да. О, тут открыто. Еще канистрочка. Мы тут тоже будем генератор заводить? Странно. Ладно, поехали. Ну, то есть, я сейчас пока что исследую возможности, исследую варианты. Ну, туда посередине, фиг попадешь. Это банка с краской. Для тебя бесполезно. Открывается с другой стороны. То есть, туда можно попасть через те двери, там сундучки. В общем, сюда можно прийти втроем, или же... С более мощным оружием, или с чем-то еще таким, чтобы утонуться. Area 6. Ну, давай попробуем. Я не думаю, что мы ее откроем. Он промазал по двери. Игра, пожалуйста, прекрати. Нет, издевательство какое-то. Он берет и просто мажет по двери. А зачем нам тогда этот шестой уровень? Это чисто что-то лутальное, да? Окей, поехали на лифте прокатимся. Если я правильно понял то, что вы говорите, что если я сейчас на лифте проедусь, меня это отвезет туда, где деревня, где доктор, да? Потому что я все равно собирался туда, да, вниз. Хотя вниз. Ну и нафиг. В прошлый раз я тоже за ней погнался. Металлоломб. Фонарик орнаментный. Электрическая панель. Везде, где есть электрическая панель, она может ее закоротить. Я понял. Хорошо. Два лег... Ой, ты, мы сейчас можем вылечиться по-нормальному. Девяти миллиметровые пули. Девяти миллиметровые пули. Я не вижу смысла тянуть. У меня два персонажа. Два зелья. У меня нету каких-нибудь... Ускоряет. На какое-то время, или... Солдстоун. Три пилы уже есть. Сорок шесть шиллингов. Ключ, ага. Болт. А, это в смысле... Это не арбалетные болты. Это реальные болты. Понял. Хорошо. Две палки. Pressure plate. Это для какого-то крафта? Ладно. Поехали. Тут только... Хотя, знаешь что, можешь вот это вот... А. А, мне тут опять запитать нужно будет эту фигню, да? Ну-ка. Что, блин? Так. Мертвое тело... В относительно свежем состоянии. У него в кармане письмо и ключ. Солдатское письмо. Eagle breath key. Давайте солдатское письмо почитаем. Вообще сегодня, в принципе, нормально так читаем. Солдатское письмо. Дорогая Жизель. Жизель или Жизелла. Я пишу это письмо в великой скорби. Я боюсь. Мне придется отложить возвращение к тебе. И если бы Великая война закончится, но наше затонение нет. После бегания туда-сюда и подчинения приказам, которые утопили бы любого человека, здравого человека, который не узрел ужасы войны. Я думаю, я начал видеть ту самую красную черту, которую наш кайзер преследует все это время. Этот гнилой город. Это как раз то место, которое наш кайзер хотел захватить с первого дня. Я думаю, что это не совпадение, что вскоре после того, как мы достигли города, после достижения города, кайзер решил сдать бремен и согласился на мир. Я не знаю, что такое особенное в таком жалком месте, но я даже слышал, что кайзер лично сюда приедет в ближайшие дни. Может, после этого я могу наконец-то вернуться домой. Я надеюсь, ты можешь подождать еще немножечко дольше. Твой навсегда Джонни. А вот и Джонни. Так, мне бы на самом деле вот три кружочка в этом писали. Это я забыл, извините. Вы написали мне новая поэма о любви и мучениях. Я могу вернуться? Могу. Хорошо. Через вот эту реальность я должен пройти, чтобы попасть... А, тут уже синяя лампочка. Тут синяя штучка такая летала, блин. Прочитать инструкцию документации. Есть некоторые тексты на мониторе. Он написан в упрощенном формате. Телескопическая пушка может быть подсоединена к логике. Логика с большой буквы. Это, видимо, что-то. Только тогда, когда все три кабеля включены. Подсоединяя один за другим, не наносит никакого ущерба или вреда системе. Это не должно быть сделано без четких указов. От стоящих во главе ТФС операций. Пожалуйста, обратитесь к инструкции за информацией. Чтобы получить указания. Connect. Телескоп. Да, давай. Типа оно начало работать. Оно начало работать. Давай пирожок схаваем, потому что оно уже начало слабеть. Все сейчас покурят, все сейчас поедят. Все станут немножечко счастливее. Пожалуйста, ребят, никогда не курите в реальной жизни. Кушать можно, курить не надо. Я включил эту фигню. Я не знаю, что это значит, ребят. Кто знает, пожалуйста, черкните в комментах. Это вряд ли дало мне какую-то энергию здесь. Я просто что-то включил. Ладно, пойдем. Чего писали, что это реальность терхера получается, да? А, да? Это... О, вот это хорошая аналогия. Иди твою за ногу. Я хотел посмотреть, что ты. А ты на меня нападаешь. Иди. К черту, к черту, к черту. Я в тупике. А, я тебя ненавижу. Если бы ты только знал, мы оба боимся этой фигни. А ну... Ай. 58! 58! Левую руку отрубили. Ничего не откусил. Кровотечение и там, и там. Вот это моб. А второй такой идет. А второй меня убьет сейчас просто, да? А, скилл... Промазал. А у нее не хватает дэмеджа, чтобы... 1000 убил я просто хочу посмотреть что тут дальше если я выживу хотя это сомнительно но тут демиджи он просто страшный раздает убил нет промазал прикинь промазал я промазал отлично да хорошо хорошо меня это вполне устраивает я понял что там я понял что там я понял что там есть чувак я понял что можно пройти через этом потом окажемся у доктора вопрос другом давайте мы сейчас с вами пойдем в другую сторону я же говорю сейчас вот эти все сын нет и нет хотел вот эти все сыны которые делаю они да успокойся я же нож пожалуйста они больше разведывательные я их использую каждый такой сейв как какую-то отправную точку для того чтобы пойти туда пойти сюда глянуть что будет тут для чтобы там вот что будет если пойти в бункер я понял давайте теперь наверное сходим в другую сторону сейчас по идее день мы должны бы встретиться с доком хотя ну то есть я собирался через бункер сходить к доку можно в колодец давайте у нас есть сохранение что я теряю счастливая монетка выползти ты не можешь выползти камни слишком скользкие а что если ты не сможешь выбраться ну-ка исследовать ты пытаешь найти любую помощь в этой ситуации трещины в между камнями ничего шатаешься ко мне ничего постучать по стене ничего выбраться позвать на помощь стараешься пытаешься позвать на помощь как и чего чему как можно громче и ничего попробовать еще раз никто не слышит твой крик не понимает это изящная ловушка или нас должно быть хотя бы трое или четверо чтобы отсюда выбраться типа подсадить друг друга ну отлично здесь мы тоже побывали поехали в главное меню ну просто пока здесь был сейв почему бы нет но там внизу есть лут я не знаю этот лут это издевательство или оттуда как-то можно выбраться короче ладно мне интересно так поехали в другую сторону прокатимся я сейчас у себя в голове на самом деле небольшая проблема в том что у меня сейчас нету ну второй монитором не есть просто он не установлен у меня потому что я же говорю новая студия мы еще не все сделали так как мы хотим у нас все в тестовом режиме ну-ка вот эту чечку я его обыскиваю ничего ценного а у головы ладно поэтому я не могу сейчас например на втором мониторе открытие карту и посмотреть что я хочу и всякое такое я отсюда пришел значит мне наверное сюда вот тут есть мухоморчики не знаю зачем они не стойте нет а я шел к нему давайте к поезду вернемся я шел к нему снизу давайте мы тогда сейчас и пойдем вниз вот здесь а потом свернем направо и попробуем пройти еще раз к зараженным веночка а тут наверх если то это мы куда попадем я что-то под забыл давайте сходим на секунду глянем это на мы не можем а тут есть зеленая травка вот куда это все понял значит обратно вниз так насчет карты я пытаюсь держать в голове насколько я помню сейчас посмотрим сколько хорошо я это помню хотя видите уже начали блуждать немного я вижу что они туда я хочу подобрать эти эта травка не подбирается я постоянно забываю то что тут не все подбираем у я даже предполагаю вот я уже подбирал я даже предполагаю что сегодняшняя серия закончится без какого-то определенного сейва возможно вся проблема в том что сейвы здесь как вы видите проматывают время я хочу понять так это вот 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 крест крест сохранения да мне кажется я же говорю вы все это писали но я могу свернуть и посмотреть честно но я не хочу пока что нарушать атмосферу я хочу немножко посидеть у меня было достаточно приключений и иди пожалуйста сюда хочешь дальше пойти да конечно хорошо да это работает любого человека можно тут просто взять и позвать с собой а что там за круг я его вырезал от скуки просто решил оставить свой след в этом поезде обычный понедельник обычный понедельничная жизнь вандала круг совершенства для того чтобы поклоняться старым богам может понадобиться если ты знаешь что с ним делать но я типа относительно знаю конечно ну подожди да короче эта штучка работает если человек садится отдохнуть ты можешь подойти к нему просто его потом дернуть и сказать пойдем дальше спасибо что подсказали про это я что-то то ли я не обратил внимание то ли не подумал это работает сходим сейчас в общем еще в эту сторону грубо говоря у нас сейчас обед в прошлый раз мы к доку подошли в обед это сработало то сейчас должно быть норм с кем нам там бороться мы что вроде как некоторых даже зомби и поубивали но зомби и людей прошу они в таком состоянии не в кондиции немножко так психопат с ружьем уже загнулся до его убил я вот не помню просто с таким количеством сохранений да вон он скотина погоди а там дверь была да там была дверь давайте попробуем ее ломануть нет я не буду мне даже эту штуку кидать кстати механик не не вылечена я забыл про это у нас низкими жизнями сохранилась в принципе не должно быть проблемы пока что если меня будет я потом вы вылечу тун-тун-тун-тун-тун-тун где мы только тут видели в прошлый раз да вот он пойдем с нами что-то случилось бедный блюд короче ребят все это мы читали если что в пару серий назад когда мы с доком ходили он тут сейчас захочет сходить с нами посмотреть что это что может это причинять такую moon scorched ну да это мы все видели только на этот раз слабеет от голода нет вот это вот это вот это только не мид пай а вот vegetable pie на держи а нам жарить нечего хорошо у меня тут впервые пати на троих неплохо неплохо хоть что-то док вроде как не захочет с нами выходить из деревни ага капканы помню такое дверь заклинило дверь заклинило кар кар рыч так а ток у нас какая у него оружие оптимизировать не 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 ему винтовку сразу дают давай я тебе дам наверное вот это вот тут такая фишка что теоретически вооружая уже уходишь нет еще нет вооружая оппонентов ты ж никогда не знаешь кого ты потом будешь убивать и чем иди сюда буду вести себя немножко агрессивно вот медицинский диагноз это мы с вами тоже уже считали может мне их надо достаточно трубу нашел не может мне их надо достаточно убить монетка маска что если я нападу на них что происходит и читайский медицинский диагноз ожоги и ранение на теле особенно на лице он он содрал некоторую часть кожи следы когтей на его теле скорее всего сам себя царапал запах очень едкий видимо его тело изменилось со временем потому что был подвержен некоторым элементом элементом воздействия похоже на смесь солнца ожогов и радиационные болезни слаб слаб против слаб против слащина такс огня и потусторонних сил ползет под мяч с кожи ну давай мы тебя спасем дружище нах 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 находите руку и ногу это стоило ему руки и ноги так медицинский диагноз видимо будет такой же как и у прошлого ну ладно давайте вот этих тоже бедняк упакуем они все одинаковые то есть ну модельки внешним сделали разные а внутренние одинаковые два шиллинга просто посмотрите на меня ой это что то другое тут другую модельку сделали 679 тут она кританула два шиллинга другой диагноз будет нет все тоже самое хорошо вот этого мы уже убивали обыскивали да давайте мы зайдем к перцу с головами я наверное просто скажу ему что ну смотри мы убили блин тут никакого прохода нету ну ребята как туда наверх в город пройти это через поместье того чувака или надо будет потом с карты свериться в любом случае сейчас серия тоже заканчивается отлично декорации да 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 или мне нужно было погодите мне нужно было возможно ну ладно я ж тут уже был я этих уже убивал то есть к тому что нужно было взять сначала задание перед тем как если бы мы всех убили он бы пошел с нами а ты капкан и кусок я сейчас попадаю сейчас секундочку ребят я хочу понять кое что с доком мы походу да вот тут у нас были два чувака который один стрелял в меня один это я наверное может попробовать сразиться с с этим с чуваком во дворце но не во дворце а со священником вот здесь мне бы сюда втроем прийти честно говоря здравствуйте а вот к такому я жизнь не готовила здравствуйте мистер из того что я понимаю вы новенький в этом городе так нет у нас только что появился новый мэр в старом городе я думаю что он будет рад увидеть новичков он пожалуйста он ждет в обеденной комнате я здесь был 56.99 процентов серьезно тут так голод измеряется еда сушеное мясо обеденное у нас погодите такого не было мы сюда приходили нас никто не встречал но опять же это было утро мы сейчас вроде как пришли днем сюда наверх я понял пожалуйста видите хорошо а я помню вы мне писали в коментах не оскорблять его еду ну не то чтобы вы писали мне это в коментах но это подразумевалось я практически верю что я тут был один да на дверь не подается я не хочу просто в каждую дверь вот так вот метать ключ и ну не знаю мне это кажется немножко неправильным что ли горшочки то надо облутать ничего не осталось но новые новички новое поступление потом новые уходят вы как раз вовремя к обеду садитесь все есть новичок разве тут не мирно я рад что ты еще не до конца поехавшие как остальные ты же видел этих людей не так ли кто бы кто-то мог бы поинтересоваться что что стало с этими людьми они же далеки от человечности они же просто шатаются по старому городу как мне вести с ними глубокие спону глубокие разговоры я хочу говорить о поэзии музыке кулинарным кулинарных шедеврах что-то произошло мы с тобой в одной лодке дружище у меня нет ответов я слышал что бременские военные столкнулись с чем-то кто-то говорит что лунный поплёточник это делает ну типа превращает во что-то необъяснимое люди в городе говорят что всегда так было так новичок ты даже не предложил скиде тут редкие деликатесы которые можно найти только прехи вели я приехал издалека просто попробовать их возьми вот эти например разве они не выглядят абсолютно вкуснейшими использую свое воображение еда может вдохновлять не хуже как не хуже чем любые формы искусства как музыка и художество что же что приходит тебе в голову когда ты видишь вот эти вот эти красавчики так митболлс честно говоря не очень киднис я знаю как они выглядят не очень похоже эмбриоз что что-то в этом есть двойственность у меня в моих мыслях да нет ты просто выделываешься что это вообще должно значить ты меня вообще серьезно хоть слушаешь давай посмотрим да а что об этом ты что об этом думаешь а ха местная сосиска змеи мужские гениталии кстати да похоже чем-то эээ я бы не осмелился сказать эээ локал соседж эээ ну в каком-то в каком-то понятии да эээ и его нужно огромное время чтобы приготовить но если слишком долго кипятить эээ получится слишком переваренным резиновым это мои любимые эээ просто грипп обнаженность семья дождливый день ээээ грипп ээээ нет ничего обычного в моей готовке черт побери эээ ты даже не пробуешь еду как ты можешь ээээ говорим как ты можешь оскорблять еду даже не попробовав ее ну понятно эээээ Давайте отрубать руки ему. Это очень крепкие руки. Минус 52, она теряет руку естественно. Ха, промазал, лошара, надо было ревнуться, блин, потому что для нее это уже поздно. Давай, на две тысячи. А, на три рева дают двойной удар, неплохо, кстати. Промазал. Два промаха. Ай, кстати, больно. Ну давай по торсу лупить. Он меня еще и забодает. Раз. Два. Отлично. Потеряли механика. Ага. Душу и ключик. Кстати, ключик. Это второй ключик, который... Один ключик был у солдата. Внизу второй ключик мы получили. Так, во-первых, что это за ключики, от чего они? Они разные, потому что разные эмблемы животных. Эмблемы животных. Обыскать. Нож, пирог, жилетка и монетка. Не буду я тут сохраняться. В общем, смотрите, ребят, сходили мы в бункер, прошлись там немножечко. У меня несколько вопросов. Во-первых, как мне сделать, чтобы доктор пошел со мной? Мне нужно убить всех в деревне, чтобы у него больше не осталось пациентов. Это один из вариантов. Во-вторых, вот мэр, да, вы писали в комментах, что если к нему прийти изначально, и как это выглядит потом. То есть я сюда приходил утром, и тут просто сидел этот чел, медитировал. Если приходишь сюда в обед, то тут сидит уже вот это вот. Стоит ли мне прийти сюда утром и грохнуть его? Или же, если бы мы пришли втроем, на самом деле, то мы бы убили его гораздо быстрее. Он, ну, то есть я все равно победил, но не хотел терять механика. Если, ну, получается, что надо было ему руки быстрее рубать. В общем, такое. Оп. Так. У меня тут немножко перезагрузка случилась. В общем, смотрите, ребятушки, давайте тогда на этом заканчивать. Вопросы такие, как мне забрать с собой доктора? По карте, наверное, еще по лазью пойму, как пройти вверх в город, в бар и всякое такое, то, что вы говорили. Шприцы можно забрать у того чувака в подземелье, и он, в принципе, нормально убивается. Я еще раз, если что, к нему схожу, убью. Реальность Архера очень, блин, зараза тяжелая. С этим ничего не поделаешь. Надо будет как-то, я не знаю, пробираться через нее. А, возможно, что если пройти через нее и там встретить доктора, он с нами пойдет. Вы вроде что-то такое писали. Ладно, в общем, пишите комменты, говорите, что вы думаете. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok